Продается коттедж в собственности площадью 424,4 квадратных метра. Итальянская мебель, три гаража, земельный участок 13,5 соток на Черном мысу. Здравствуйте! Это программа в Центре Событий в студии Дарья Давыдова в этом выпуске. Если сани готовят летом, то скейт и зимой в нашем городе открыли площадку для занятий экстремальными видами спорта. Перинатальному быти определился застройщик, который возведет новый корпус медицинского центра. И чем занять себя на новогодних каникулах? Небольшой обзор культурных событий на январских выходных. В преддверии Нового года губернатор Югры Наталья Комарова дала окружным ведомствам ряд серьезных поручений по контролю в социальной и экономической сферах. В частности, необходимо выработать систему, которая будет мониторить цены на продукты питания, лекарства, оборудование, которое приобретается в рамках государственного или муниципального заказа для обеспечения нужд в социальной сфере. Департаменты ЖКХ и энергетики, дорожного хозяйства и транспорта призваны взять под наблюдение обеспечение пассажирских перевозок. А ведомство по недропользованию должно сформировать перечень компаний, которые не вошли в список системообразующих предприятий. Все мероприятия проведут, в частности, в связи с реагированием на ситуацию по колебаниям на финансовых и энергетических рынках. Между тем, мы спросили у сургутян, куда они вкладывают свои сбережения и вкладывают ли. Наверное, недвижимость. Да, скорее всего, недвижимость, думаю, тоже так. Ничего не нужно делать. Просто все возвратится на место в 2015 году. Примерно в конце, как говорит наш уважаемый Владимир Владимирович Путин. Это что-то удивительно даже. На 5000 поднялся стол журнальный. Стоил 12 неделю назад, сейчас уже 17 с лишним. Все зависит от правительства, скорее всего, как они там поступят. Ну, доллар ни в коем случае не улаживался, в евро тоже. Потому что, возможно, цены-то упадут, уже падают. Ну, если только золото слаживать, да и все, а больше. Подводим итоги и делаем прогнозы. Прогнозы, что ждет Россию в наступающем 2015-м и каковы перспективы у рубля. Читайте в свежем выпуске еженедельника в Центре Событий. Кроме того, вы узнаете, почему власти отложили идею с энергопайками, какими культурными и спортивными событиями запомнился год 2014-й и какие образовательные нормы уже испытали на себе школьники. Новый выпуск в Центре Событий. Переищите в торговых точках города уже сегодня. Готовь скейтборд зимой. В Суркуте в парке Зосайма и, наконец-то, завершилось строительство объекта для экстремальных видов спорта. Идея вынашивалась, воплощалась, рушилась и переделывалась с 2009 года. Почему приняли скейтпарк только сейчас, под Новый год, знает Екатерина Любешева. Две недели назад здесь было чистое поле. Части скейтпарка привезли из Питера и смонтировали на месте за неделю. Проектировщикам ставили срок сдать парк до Нового года. Специалисты все сделали вовремя. Для роликов, скейтборда, BMX и самокат непосредственно. Но также можно использовать и другие велосипеды, маутинбайка, маутинборд. Но они уже не высокие. Сноуборд немножко подспортит конструкции, поцарапает, порежет покрытие. Несмотря на то, что парк возвели в рекордно короткие сроки, проект можно назвать многострадальным. Идея уже больше пяти лет. За это время менялось предполагаемое место парка, размещение фигур. Изначально тендер выиграла компания, которая по духу от экстремальных видов спорта очень-очень далека. Увидев то, что возводится, всполошились сургутские экстремалы. Решили вмешаться и правильно сделали. С третьей попытки на объект зашел застройщик из Санкт-Петербурга, за плечами которого сотни подобных сооружений. Плюс ребята знают, что делают, потому что сами, как говорится, в теме. Деньги выделены из резервного фонда правительства Тюменской области по ходатайству депутатов, в том числе Виктора Буртного. Парламентарий горел этой идеей с 2009 года и делал все возможное. Есть определенные особенности законодательства, по которым документы о приемке скейт-парка, которые мы запланировали аж в 2009 году, должны быть подписаны в 2014. И поэтому, да, безусловно, мы понимаем, что некая подготовка саней, на которых мы будем кататься летом, происходит зимой, ну, значит, мы остаемся в такой русской фольклорной парадигме. Все фигуры, они были согласованы с нашими местными райдерами, сургутскими, когда был подготовлен базовый проект, мы собрали ребят и спросили их, ребят, ну, смотрите, как вам, как вам вот то, что появится через какое-то время. Ребята внесли свои корректировки. Производители говорят, что этот скейт-парк без ремонта сможет простоять минимум три года. Комплектующие к нему где-то специально заказывать не нужно. Конструкция выполнена из ламинированной влагостойкой фанеры на деревянном каркасе с поручнями. И реконструировать ее, если что, можно на месте. Красную ленту в этом декабре так никто и не разрезал. Официальное открытие назначили ориентировочно на конец мая. Областной депутат обещал сам приехать на стрит-велосипеде, чтобы одним из первых испытать конструкцию. И привезет с собой команду тюменских экстремалов, чтобы те показали все возможности нового скейт-парка. Возможно, сразу проведут и соревнования российского масштаба. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. Близятся новогодние каникулы. И несмотря на то, что сильных морозов пока не было, медперсонал ожогового отделения клинической городской больницы трудится, не покладая рук. В этом году здесь прошли лечение 60 человек. Светлана Стебенькова продолжит тему. По-настоящему суровых затяжных морозов еще не было. А в ожоговом отделении уже проходят лечение 9 человек. Многие из них даже не подозревали, что получить отморожение можно при температуре в минус 1. Для того, чтобы получить отморожение, не надо температура 40-50 градусов. Иногда у нас попадают к нам пациенты в конце августа месяца, когда просто холодная погода, влажно, сыро. И возникает частный вид отморожения, так называемая транширная стопа, которая лечится очень плохо. И в основном это чаще всего заканчивается ампутациями конечностей. Заведующее отделением констатирует, что, как правило, количество пациентов с обморожениями колеблется от 20 до 60 в год. Чаще всего сюда попадают люди в состоянии алкогольного опьянения и те, кто одевается не по погоде. Не заметил, что холодно было. И все. Одна нога выкарабкалась, вторая нет. Молодому человеку ампутировали пальцы левой ноги. На второй ноге пальцы спасти удалось. И во многом потому, что мужчина сразу обратился за медицинской помощью. Его соседу по палате повезло меньше. Он пришел в больницу слишком поздно, так как живет на даче. Его телефон замерз. Знакомых, которые живут рядом, ночью тревожить не стал. В итоге пациент лишился обоих стоп-ног и всех пальцев на руках. Дверью захлопнул, а дверью обратно уже не могло открыть. Туго закрывается. Да и не туго, но просто руки деревянные. Кровь там не тряхла. Думал, думал, лябочку, а что будет? Все, что больше? Все. Вот так до утра. Врачи напоминают, ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Чем быстрее вы обратитесь за медицинской помощью, тем лучше. Если вы получили отморожение, не надо заниматься самолечением. Нужно обращаться в наше отделение, потому что значимую помощь в лечении отморожений мы можем оказать в основном в первые 12 часов после получения холодовой травмы. После 12 часов, когда произошло согревание конечностей, мы получаем то, что уже получил пациент. И бороться со сложнениями гораздо тяжелее. Светлана Стебенькова, Анна Максимова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Возводить новый корпус перинатального центра в Сургуте будет питерская фирма. Компании Санкт-Петербург удалось победить в открытом конкурсе инвестиционных проектов, которые устроили окружные власти. При этом, отмечу, стоимость проекта возросла с 11 до 18 миллиардов рублей, что вызвало большое недовольство некоторых депутатов Думы Югры. По словам главы города Дмитрия Попова, это подорожание строительства перинатального обусловлено уникальностью объекта и широким спектром услуг, которые будут предоставлять в новом корпусе. Его общая площадь 40 тысяч квадратных метров. Отделение будет рассчитано на 315 коек, более 180 посещений в сутки. Для города основная проблема заключалась в подготовке на определенном земельном участке инженерных сетей. Также площадку было необходимо расширить, потому как новый корпус перинатального не помещался в рамки первоначального проекта. Мы выделили земельный участок, и после того, как проектировщик приступил к работам, уточнили его границы, увеличили, понимая, что такой объект, который мы хотим получить в городе Сургуте, на предварительно выделенном земельном участке, просто не помещался по нормативам. Мы оперативно отработали все вопросы, которые были в нашей компетенции по формированию этого земельного участка в увеличенном размере. Власти Сургута рассказали, как весело использовать и провести новогодние каникулы. Для этого в администрации устроили пресс-тур по культурным объектам нашего города. Чем заняться на праздниках, расскажет Татьяна Расторгуева. 3 и 4 января Культурный центр Порт приглашает всех желающих посетить выставку авторской куклы «Рождественская игрушка». Экспонаты собирали буквально по всему миру. Под Рождество их раздарят ребятишкам. До 5 января здесь же, в Порту, открыта фотовыставка московского художника Андрея Терехова «Воздух». На смену ей придет новая «Монгольские миражи». Презентуют экспозицию под авторством сургутянина Алексея Скрипина вечером 10 января. У нас на самом деле очень насыщенная программа. 5 января мы представляем проект «Живое кино», который будет длиться в течение 2015 года. И проект стартует с арт-вечеринки «Шахматная горячка». Также 8 января в честь дня рождения Элвиса Пресли пройдет вечеринка «Вечно молодой», в которой также планируется выступление музыкантов, исполнение кавер-версий, песен короля рок-н-ролла. Новогодние празднования в городском культурном центре посвящены году литературы. Здесь до 10 января проходят праздничные ёлки для детей и взрослых. Для самых маленьких ежедневная программа «Ночное лукоморье» с дискотекой. У подростков всё немного серьёзней. Здесь вместо Деда Мороза сам граф Дракула правит балом. Молодёжь приходит в карнавальных костюмах. И у нас будешь твой страшно весёлый новогодний бал. Старшее, скажем так, население нашего города, это уже люди рабочие, люди взрослые, мы приглашаем также каждый день в эти же числа на наше вечернее мероприятие. Это «Рождественский детектив». Главными героями, где являются Шерлок Холмс и доктор Ватсон, они путешествуют по разным странам, по разным городам. Там у них операция «Санта», пропал Санта-Клаус, и они с Дедом Морозом и ищут героев. Театр актёра и куклы Петрушки в преддверии Нового года приготовил спектакль «Умка» по мотивам советского мультика. На представление ждут гостей во все дни новогодних каникул, кроме 1 января. Ну а после театра все кататься на ледянках в Старый Сургут. Здесь же можно сфотографироваться, забравшись на экспонаты фестиваля ледовых скульптур. Татьяна Расторгуева, Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. В минувшие выходные инициативная группа 9.1.1 организовала для активной молодежи Сургута новогодний квест. Дед Мороз, Снегурочки, Мэри Поппинс и просто горожане несколько часов ездили по городу, искали подсказки и выполняли различные задания. Например, найти место по фотографии или определить объект по заданным координатам. Всего в игре участвовало четыре команды. Организаторы говорят, что не случайно решили устроить квест именно в преддверии Нового года. Почему у детей должен быть праздник? Мы тоже хотим улыбаться, веселиться, просто общаться. Мы просто позитивные люди. Слава Богу! Хоккейный год в Сургуте завершен. Заключительные матчи в этом году провели хоккеисты нефтяника 2000 года рождения. Они выступают в первенстве страны среди спортивных школ в Уральском дивизионе. Соперником Сургутян стали спортсмены Тобольска из команды Ангела Сибири. Гости в текущем сезоне не смогли одержать ни одной победы при разнице забитых и пропущенных. Шайпа в минус 108. Не стали исключением и две игры против нефтяника. Сургутяне одержали две убедительные победы с результатами 12-1 и 9-5. Команда это первая, которая начала выступать в городе Тобольске на первенстве России. То есть, они протаптывают дорогу молодому поколению. То есть, в принципе, это самая взрослая команда, которая есть в Тобольске. На которую, в принципе, должны равняться малыши. Но пока равняться не на что. Будем работать, стараться, стремиться. Последние матчи в 2014-м провела и главная хоккейная команда Сургута «Нефтяник», выступающая в первенстве ЮХЛ. На своем льду наши спортсмены принимали гостей из Екатеринбурга на автомобилист. Уральцы занимали третью позицию в таблице чемпионата и две победы позволяли команде подняться в турнирной таблице к лидерам Омским ястребом и Челябинскому трактору. Потому настрой на матч в Сургуте был как никогда запредельным. «Ребят предупреждал, что игры будут серьезные. Команда «Нефтяник», ровная команда, боевитая команда. Игры в Екатеринбурге показали, что не просто с ними играть. Там нельзя кого-то индивидуально выделить. Она ровненькая такая команда и что нам здесь будет не просто и не легко». В упорной борьбе оба матча закончились с небольшим преимуществом автомобилистов. В первой игре итоговый счет на табло 5-4, в повторной встрече 4-3. Лидирует в чемпионате омская команда автомобилист на третьей позиции и «Нефтяник» на восьмой строчке. Следующие матчи сургутяне проведут на домашнем льду. В рамках чемпионата ЮХЛ 17 и 18 января наши спортсмены примут «Нефтекамский Торос». Восстановились ребята только начало вот как постоянно мы проигрываем а так да нормально вроде только ошибки такие глупые по сыне туда неточные не добегают наши пацаны просто где-то подустали и поэтому так получается. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Вечером новостей будет больше. Телерадио компания Сургут Интерновости и салон кожи и меха соления Коллизиония приглашают встретить Новый год в кругу друзей. 31 декабря в канун новогодней ночи окунитесь в атмосферу праздника и веселья. Смотрите новогодний огонек с участием самых интересных ярких успешных персон нашего родного города а также известных эстрадных и музыкальных коллективов Сургута на канале ТВ-3 Благодарим за содействие Магазин Спар Компанию Югра ПГС Кредитно-производственную компанию Ренда Компания Сипромстрой открыла собственный отдел продаж в 38-м микрорайоне Уникальное предложение квартира от 2 миллионов рублей Покупая квартиру в 38-м микрорайоне вы получаете возможность приобрести собственное парковочное место всего за 100 тысяч рублей Телефон в Сургуте 600-190 или обращайтесь в отдел продаж по адресу город Сургут Тюменский тракт 6-1 вход со стороны ТРЦ Аура Удачная покупка та, которая приносит удачу Уникальная акция от салона кожи и дубленок Флорида соверши покупку и участвуй в розыгрыше ценных призов главный из которых две путевки на двоих в Анталью город Сургут проспект Ленина 16 Приглашаем в новую вип-сауну Урарту К вашим услугам три зала с финской и турецкой парилками а также бассейнами мини-бар караоке гидромассаж вай-фай уютные комнаты отдыха бесплатные горячие напитки и банные принадлежности улица Нагорная 1-1 телефон А почему все так дешево? Да потому что мы не жадные В магазине Пятерочка подарок новогодний в гостях у пингвинят 700 грамм всего 219 рублей скидка 26% Пятерочка удивительно низкие цены Современные стильные надежные на любой вкус входные и межкомнатные двери цены разумные условия интересные сервис гарантированный салон дверей на магистральной открытые для всех доступны каждому МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информация о погоде на 29 декабря в студии Елена Ливанова. Меховое изделие от солейника Лизионе. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем, и с хорошим настроением остаются нас совсем. Весь декабрь – новогодние скидки. На погоду в Приобии оказывает влияние антициклон. В регионе солнечно, но достаточно морозно. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях улычно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 м в секунду. Температура воздуха – минус 21, минус 26. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В сети салонов обуви «Саламандр» новогодняя акция скидкой 50% на вторую пару. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитный фон неустойчивый. Атмосферное давление в составе 768 мм ртутного столба, но будет слабо падать. Кукла «Чатстерс» – настоящая подруга для маленьких девочек. Красит губы, звонит, пишет смс-ки, любит молочные коктейли, общается. Чатстерс! Кукла «Напинка» – кортоп «Карапуз». Карапуз! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Как обновить квартиру к Новому году? Начните с мебели. Удобные и очень красивые шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские – из экологически чистых материалов. Изготовят по вашему персональному заказу на «Фабрике Комфорта». В компании «Фабрика Комфорта» Новый год уже начался. Грандиозное снижение цен. Салон кожи и меха «Солени Коллизионе» представляет богатую коллекцию шуб и меховых манто. Норка, соболь, рысь – воздушные, мягкие и соблазнительные. Достойный выбор дубленок всевозможных расцветок. «Солени Коллизионе» – торгово-развлекательный центр «Сургут Сити Молл», второй этаж. «Солени Коллизионе» поздравляет всех с Новым годом и дарит праздничные скидки минус 50% на весь ассортимент. «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Счастливого дня и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!